Всем привет, уважаемые друзья! Вы на канале Словат Юнайтед, и мы, как обычно, смотрим новую часть Регенов, атаки Регенов, после того, как предыдущая, собрала более 500 лайков, с чем я вас поздравляю, уважаемые друзья, если эта серия тоже соберет 500 пальцев вверх на Ютубе, у вас сразу же выйдет следующая, так что ставьте пальчики вверх, не скупитесь, ну и подписывайтесь на канал. У нас Вася Регенов первым достиг отметки текущих способностей в 200, его пытался купить этим летом Манчестер Юнайтед, но так и не купил, остался Вася в составе Мадридского Реала, но теперь уже у Манчестера некоторая заинтересованность, то есть не явная, а некоторая. Минимальная сумма выкупа Васи Регенова 197 миллионов, то есть, как вы понимаете, что если Вася не заноет, его практически нереально выкупить, даже Манчестер Юнайтед вряд ли на это способен. Учитывайте, друзья, что эта игра, часть FM 2017, выходила до трансфера Неймара, поэтому такие суммы здесь это просто космос, это просто космические деньги, и вряд ли в FM будет какой-то трансфер, по крайней мере в ближайшие годы, равный 197 миллионам. Ну вот, собственно, можете полюбоваться на скиллы игрока, у которого текущие способности 200, и, в общем-то, это максимум, которого можно добиться в игре. 82 миллиона, вот такая цена ставится на рынке футболистам. Естественно, купить его можно только за очень большие деньги, за гораздо большие деньги. Ну вот вы видите, сколько в среднем здесь клубы тратят на трансферы, 56 миллионов, 56 миллионов. Вот, кстати, Мадридский Реал усиливается, команда Васи Регенова, Томас Тухель тут делает просто якобы все возможное, чтобы усилить команду. Но Тухель уже проиграл Суперкубок Европы Тоттенхэму. Как такое возможно? С Мадридским Реалом проиграть Суперкубок, с Васей Регеновым в составе проиграть Суперкубок Тоттенхэму? Ну, я не знаю вообще просто. Атлетика в первом же туре уничтожил Реал 1-3. То есть, опять вот, у Тухеля вообще в чемпионате не задается. Я заметил, что очень плохо, хоть и предстартовый прогноз у Реала каждый год первое место, они не могут занять это первое место, потому что выигрывает то Барселона, то Атлетико. И вот сейчас они приобрели Марка Рабуана, 23-летнего итальянца, который должен, может быть, Васе Регенову как-то помочь в завоевании трофея. Ну что, у нас продолжается праздник. Вася Регенов выиграл приз World Player of the Year. 58 игр, 39 голов, 19 голевых передач, средняя оценка 8.43. 8.16 у Эдер Регена, 27 голов, 21 голевая передача, 21 гол и 22 голевых передач у Эдер Регенера. Он на третьем месте. Но вот объединившиеся Зе Регенинью и Зе Реген, кстати говоря, на индивидуальные награды, видимо, уже не претендуют, потому как и Балон Диор, и World Player of the Year, все игроки, в общем-то, из Англии, ну и Вася Регенов, который остался волком-одиночкой. С другой стороны, зато в чемпионате Испании здесь самое интересное происходит. Да, Вася Регенов 9 мячей наколотил, но 9 забил и Зе Регенинью, 9 забил и Зе Реген. И Барселона находится уверенно на первом месте. Реал уже Барсе один матч в этом сезоне проиграл. Мы уж не будем все смотреть, как вы понимаете. Да, Зе Реген плюс ко всему имеет еще и 8 результативных передач. Правда, по средней оценке все равно Вася Регенов их опережает. Ну вот, Зе Реген, конечно, показывает класс, английский футболист, который, ну, долгое время, в общем-то, был в тени, играл за Сандерленд, получал такие не очень высокие оценки. Вот, затем перешел в Вестхэм, чуть поднялся, но все равно это был не топ-уровень. Сейчас он оказался в Барселоне за 95 миллионов. Самый дорогой, кстати, по идее сейчас этот человек 95 миллионов за него заплачен. И обратите внимание, общая сумма трансфера 141. В этом году у него резко возросла оценка. То есть, Зе Реген по прогрессу, наверное, один из лучших. Если смотреть на Зе Регенинио в этом отношении, то за него тоже 141 миллион в сумме был заплачен. Вот что интересно, прямо ровно та же сумма, только немножко в другом порядке, но 141 миллион за Зе Регенинио. И давайте за остальными тоже посмотрим. Вот Вася Регенов, сколько за него было заплачено. За него всего лишь 82 миллиона. Ну, то есть, там был громкий переход только из Бенфики в Реал за 58 миллионов. А вот из Зенита в Бенфику всего лишь за 24 миллиона перешел Вася. Поэтому, ну, тут, скажем так, не очень было много. Эль Регена всего 58 миллионов, потому что, по большому счету, единственный серьезный трансфер был из Эспаньола в Арсенал. Там была еще аренда в Валенсию, но это такое себе удовольствие. Ну, и Дер Регена, чтобы нам его тоже посмотреть, у него 61 миллион. То есть, пока два барселонских Регена, они находятся по цене на первом месте. Ну, хоть где-то, как говорится, в почете. Ну, что у нас в Англии, спросите вы? Да ничего особенного. Эль Регена лидер по средней оценке. Эль Регена один из лидеров по голевым передачам. Тут рядом Флавио Вилли из Манчестера Юнайтед. Ну, тоже достаточно сильный Реген. Воспитание Карпи. Хорошо, что не Карпи, но здесь должна была быть такая шутка. И 177 у него потенциал. Ну, он его уже почти раскрыл к 24 годам. Есть еще Маркус Бейльс. Тоже очень серьезный немецкий парень. Воспитанник Дюссельдорфа. И вот у него 190. То есть, такие вот Регены тоже рождаются. Краек такой, очень серьезный тип. Поэтому, тут не надо удивляться. Плюс еще есть Кики Санчес. Ну, это где-то, я думаю, 160. Он вряд ли сильнее. Нет, 178. Даже 184 потенциал. Просто еще не до конца раскрылся. Вот такие вот серьезные парни здесь. Иль Реген, кстати, чаще других признавался игроком матча. Дэр Регенер тоже в числе лидеров по средней оценке. Но лишь в числе. Что касается выступлений в Лиге Чемпионов. Арсенал, Ман-Сити, Реал и Барселона. Все команды наши, они здесь представлены. Ну, и Вася Регенов, видите, в числе лидеров по забитым мячам. Восемь раз он поражил ворот соперников. Ну, с учетом того, что диафраз Ако из Аустрии свой голевой счет вряд ли пополнит. У Васи есть хорошие шансы быть здесь первым. Дэр Регенер, кстати, лидер по голевым пасам. Ну, а Эль Регена, Вася из-за регенения, видите, в списке лучших. Только Карим Косимий из ПСЖ их опережает. Ну, этот парень тоже довольно серьезный, серьезный реген. 193 потенциал. Игрок, воспитанник Деграфс Хапа. Затем играл за Манчестер Юнайтед. Тоже много провел времени. И перешел сейчас за 97 миллионов в Парис Энджермен. Очень любопытно. Ну что, очередной сезон подошел к концу. Средняя оценка на ваших экранах. Вы видите, что у Васи Регенов впереди планеты. Вот все Эль Регена и Дэр Регенер пытались дышать ему в спину, но у них не получилось ничего. И Вася, ну, как сказать, по-прежнему интересует Манчестер Юнайтед. По-прежнему он их интересует, но купить его вряд ли кто-то сможет. Кстати, минимальная сумма выкупа. Давайте посмотрим. У Зер Регена вообще стоит 286 миллионов. То есть еще выше. У Зер Регена 199 миллионов. Вот такие вот пироги, друзья. И теперь давайте посмотрим, кого там. Эль Регену. У него нет суммы выкупа. То есть его, в принципе, могут купить. Так, ну и Дэр Регенер. Так, ну у него тоже. То есть его тоже могут, в принципе, купить. Только никто ими не интересуется. Все заинтересованы в Васе. Почему, друзья? Давайте посмотрим. Реал вновь занял второе место. Титул вновь завоевала Барселона с достаточно солидным отрывом. Ну и, в общем, там уже за несколько туров до финиша все было ясно. Мадридский Реал много очков теряет. Вася Регенов не стал лучшим бомбардиром, но он по-прежнему лучший по средней оценке. Почему-то. Он чаще всех становился игроком матча. По сухарям лучший до нару. Но Реал все равно не может выиграть. Просто, ну никак не может выиграть. Барселоне. Барселоне проиграл однажды. Второй раз сыграл в ничью Реал с Барселоной. Ну и вот у Барселона всего одно поражение от Эспаньола, как ни странно. Вот Эспаньола команда, в которой когда-то выступал Эль Регено. Возможно, какие-то наработки там еще остались от Эль Регена. У Эспаньола лишь они сумели нанести поражение в Барселоне. Теперь, что касается наших остальных товарищей. Это АПЛ. Это АПЛ. Арсенал занял третье место. Победил Манчестер Юнайтед на одну очко. Напереду их Манчестер Сити. Здесь из наших Регенов. Видите, Эль Реген и Эль Регена в числе лидеров. Эль Регена в числе лидеров по голевым передачам. Эль Регену чаще других признавался игроком матча. Такие вот у нас дела. Ну и Манчестер Юнайтед, кстати, до сих пор еще остался в Лиге Чемпионов. МЮ ПСЖ. Вот такой вот финал нас с вами ждет. Причем МЮ прошел Барселону. И Реал тоже прошел МЮ. Ничего себе. Причем в первом матче уступил. Уступил 3-0. Но потом каким-то образом сумел уничтожить соперника. Даже Вася Регенов не помог. Представляете? Регенер победил в номинации лучшим молодой игрок ФСП. Премьер Лиги. Раньше там побеждал Эль Регену. Но вот в этом сезоне Дэр Регенеру достался трофей. Ну слабое утешение. Манчестер Сити в этом сезоне не блеснул. Не сумел выиграть Лигу. И в общем-то в составе Манчестер Сити у Дэр Регенера нет пока ни одного трофея. То есть даже с Борусси он там Кубок Германии выигрывал. И даже чемпионом становился в Бундеслиге. Но вот перейдя в Сити казалось бы более сильный клуб. Но здесь ничего командного выиграть почему-то не может пока что Дэр Регенер. С чем это связано? Ну наверное с тем, что конкуренция высокая в Премьер Лиге. Причем раз, два, три, четырежды был финалистом различных трофеев Дэр Регенер в Манчестер Сити. Но ничего не сумел выиграть. Последний трофей Эль Регена датирован 22-м годом. То есть сейчас уже 25-й тоже с Арсеналом. Не может выиграть ничего человек. Кстати говоря, у Васи это разрыв подколенного сухожилия. На три месяца он выбыл. Но в этом году снова выиграл Кубок Короля. Выиграл клубный чемпионат мира с Реалом. Так что немножко так к своим трофеям он чего-то добавил. А в финале Лиги Чемпионов Манчестер Юнайтед не оставил шансов ПСЖ 5-1. Я понимаю, что это не относится напрямую к теме нашей. Но Антони Марсиаль играет сейчас в составе ПСЖ. Ему 29 лет уже. Но Станислав Кутовой забил в финале Лиги Чемпионов. Вот этому мы можем быть рады. Кто-кто трофея выигрывает это Станислав Кутовой. Из-за вот этого русского Регена мы можем быть счастливы. Он выиграл Лигу Чемпионов, выиграл Премьер Лигу, выиграл Премьер Лигу, выиграл... Чего? А, клубный чемпионат мира. Я думал, чемпионат мира, что ли, с России выиграл. Нет, нет, нет. В общем, Кутовой это вообще просто мастер трофеев. Чего он только не выигрывал. Гений. Травма, травма отбросила Васю Регенова. У него текущие способности снизились на один пункт и теперь Зе Реген самый крутой по этому показателю. Ну что, ждем. Посмотрим, что будет в этом сезоне. Команды остались при своих игроках, вернее, игроки при своих командах. Смотрим, что изменится. Ну что, друзья, травма, к сожалению, сказалась на игре Васи Регенова. Он занял только второе место в голосовании World Player of the Year. Дерри Геннер, немец из Манчестер Сити, выиграл в этом году 29 голов, 25 голевых передач. Очень солидные показатели. В общем-то, сложно не согласиться с заслуженностью этого выбора. Ну и Баллон Диор, золотой мяч, также выиграл Дерри Геннер. Великолепно играл и заслуженно победил. Давайте посмотрим, что там у Манчестер Сити в чемпионате. В чемпионате они идут пока лишь пятыми. Несмотря на подвиги Дерри Геннера, который вроде бы 14 мячей наколотил, вроде бы чуть ли не лидер невероятный, но тем не менее, Манчестер Сити 38 очков, у Манчестера Юнайта 50. И догнать Манчестера Юнайта, ну, пока может разве что Арсенал, но все равно там Эль Регену и компании предстоит попотеть, постараться, потому что Арсенал уже проиграл Манчестер Юнайтед. Манчестер Сити уже проиграл Манчестер Юнайтед. В общем, все довольно сложно. Против подопечных Диего Семены никто не может чувствовать себя комфортно. Кстати, Юнайтед еще и продали Анхеле Гомеса в Тоттенхем за очень большие деньги, молодого игрока. Так что команда в плюсе просто по всем направлениям. Если смотреть на этот сезон, у них лишь одно поражение от Эвертона. Больше они никому не проигрывали ни в Лиге Чемпионов, хотя в группе с Баварией находились, дважды эту Баварию обыграли, еще и выиграли FIFA World Cup Club Championship, то есть клубный чемпионат мира, и продолжают всех громить и громить. Ну, что ты тут поделаешь? Вот ничего ты тут не поделаешь. Что в Испании, спросите вы? Ну, здесь вот внезапно лучшим бомбардиром становится Махатма Отоу, 33-летний ганец из Гранады? Как это вообще возможно? Непонятно. Но, тем не менее, это, друзья, лучший бомбардир сейчас. Он опережает и Зоригена, и Зоригенинио, и Васю Регенову. Вася Регенов лучший по средней оценке, но это ему и Реалу по-прежнему не помогает. Реал опять проиграл Барселоне! Опять проиграл Барселоне! Это просто, ну, злой рок какой-то, причем, обыграть синегранатовых они, ну, никак не могут, и вы видите, что происходит в чемпионате. Барселона последние 4 года царствует. В Испании и Реал ничего с этим поделать не может. Просто ничего. Вася Регенов ни разу не становился победителем чемпионата Испании. Ни разу. Что нужно изменить? Непонятно. При этом Реал подписывает Кевина Дебрюина. Ему уже 34 года. Он уже никому не нужен. Марко Аурелио из Тоттенхэма каких-то бразильцев уже регенов непонятных подписывают, но это уже им не поможет. Кстати, Аурелио Паскваль из Реала левый полузащитник продан за 99 миллионов ПСЖ. 99 миллионов! Господи, что с трансферным рынком? ПСЖ и здесь, в принципе, лютует и ломает все стереотипы. Они подписывают людей за космические деньги. За 98 миллионов в прошлом сезоне подписали Эмилио Тауроне, потратив 220 миллионов на трансферы. У них вообще там финансовый фейерплей вообще существует? Нет, как они так умудряются просто покупать людей, участвовать в Еврокубках за огромное? Косеми за 97 купили. То есть за 108 Франциско Жиральдеса. Это нечто, друзья, это нечто. Ну что, завершился еще один сезон по 25 лет уже нашим регенам. Они достигли пика сил своего. Ну и совсем скоро начинается чемпионат мира 2026 года. Видимо, сборная России на этот самый чемпионат мира опять не отобралась. Станислав Саламыч, как так? Давайте посмотрим Голландии, ну Беларуси проиграть. Я не знаю, ладно Голландии, но Беларуси проиграть, это надо очень постараться, наверное. Я не знаю, какие тут может быть читерские какие-то регены белорусские есть, но в любом случае вот Уэльс отобрался со вторым, Польша с 16 очками отобралась, Россия с 19 не отобралась. Вот я эту систему отбора не совсем понимаю, почему Польша с 16 очками отобралась, Уэльс с 18 очками отобрался, Россия с 19 очками не отобралась, Чехия не отобралась, Сербия с 20 очками вообще не отобралась, Турция с 21 очками не отобралась. Что вообще происходит, каким образом эта квалификация состоялась, может быть через Лигу Наций каким-то образом, но в любом случае печальная сборная России не смогла попасть на чемпионат мира, на очередной чемпионат мира. Зато есть россиянин Валентин Андреев, который выступает в Европе, в Вильяреале, воспитанник Динамо, вот очень интересно, за 5 миллионов перешел Вильяреал, и это, конечно, думаю, здорово, что есть хотя бы три русских игрока, которые выступают в Европе. Премьер-лигу с большим отрывом выиграл Манчестер Юнайтед, в общем-то, это довольно предсказуемо, два поражения, причем от Шеффилд, Вензде и Эвертона потерпела команда Диего Симеоне, ну и давайте посмотрим теперь на континентальное соревнование, здесь у нас, здесь у нас, друзья, финал Лиги Чемпионов, снова его выиграл Манчестер Юнайтед, снова победа, и, уважаемые друзья, Вася Регенов не сумел приплюсовать к себе, к своим трофеям еще один, победу в Лиге Чемпионов, Денис Пжеланович еще играет в Мадридском Реале, ну а что же в Испании, что же в Испании, тоже опять второе, опять второе место, боже мой, боже мой, но они хотя бы сумели один раз обыграть Барселону в чемпионате, это уже, конечно же, достижение, но все равно, все равно, догнать Барсу не смогли, хоть и разница забитых пропущенных мячей, обратите внимание, у Реала 70, плюс 72, у Барселоны всего лишь плюс 54, да, Вася Регенов один из лучших бомбардиров, лучший по средней оценке, и вообще, ну, Реалу дико не везет просто в чемпионате, может быть, Васе следует задуматься над тем, чтобы сменить клуб, потому как Зерри Генинио и Зерри Ген уже, выигрывали столько трофеев со своей Барселоной, что, наверное, тут Реалу уже в пору плакать, потому что тут уже это все ни в какие ворота не лезет. Ну, нынешний сезон Эль Регену провел с наиболее высокой оценкой, правда, правда, по-прежнему ни одного трофея он не выиграл, Зерри Генинио, естественно, Лигу Сунтандер уже, который год подряд, третий год подряд уже, по-моему, выигрывает за Регенинио, за Реген, то же самое, плюс еще Суперкубок Испании там у него и все такое, Дерри Геннер с Манчестер Сити тоже ничего не может выиграть, вот проклятие, выигрывает Барселона, но Реал чуть-чуть выигрывает, там еще Вася Регенов какие-то трофеи себе приплюсовывает, но в целом, в целом это, конечно, жестко, но на следующем стриме, вернее, что я говорю, в следующей серии, в следующем эпизоде атаки Регена, если это наберет 500 пальцев вверх, конечно, мы будем следить за чемпионатом мира очередным, ну и затем обратим внимание на трансферы, вот теперь Манчестер Юнайтед заинтересован уже в Зере Гене, в английском футболисте, может быть, он и вернется на родину, кстати, все-таки англичанин и плюс ко всему, ну, наверное, сейчас самый сильный вырвался за Реген в лидеры по текущим способностям, поэтому вполне вероятно, что Манчестер Юнайтед выдернет его и тем самым ослабит Барселону и там уже, может быть, у Васи Регенова таким образом появится шанс выиграть Ла Лигу, но обо всем этом мы уже узнаем в следующем эпизоде, всем большое спасибо за просмотр, удачи, всего самого хорошего, пока!